Станислав Андреевич Уезжал в Беларусь, уезжал в Москве Там было какое-то время Там занимались всякой фигнёй Вот такое, ну просто надо было мне поменять обстановку Я ездил, там пропадал какое-то время В основное время ты здесь находился? Да, с 2006 года Ты Игорь сам из Беларуси Я так понимаю, попал-то сюда вместе с родителями, когда родители переехали? Нет, у меня сразу переезжала мама Когда вообще маленький, наверное, был Приезжала и сделала, сделала документы И забрала мне было В 2006, я 1991 года Сколько мне было? В сентябре 14 Здесь исполнилось Слушай, то есть Ну прям начнём с самого начала То есть учился ты здесь? Заканчивал школу, я школу не закончил в Беларуси Заканчивал здесь А сколько? Какой класс ты там? С какого класса? В Беларуси, да И здесь заканчивал Здесь другая система образования Здесь называется Терцамедиа 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 Ну по возрасту Без мата, да Последняя Слушай, ещё такой вопрос Вот мы затронем в этом интервью Такие вопросы, скажем так Социального плана Да, как вообще, как жить Может быть где-то бюрократического Сразу хочу извиниться Я без футболки Тут очень жарко Очень Я, ну много где периодически бываю Но здесь такая жара Её невозможно Перенести Ещё нет кондиционирования Здесь в квартире Я вот даже тут Дверь все настишь Открыли Да, открыты двери Даже входная дверь в квартиру Не хотел его брать в кадр Думаю Подумаю Туалетная бумага Но без бумажных салфеток Тут просто невозможно Потому что надо постоянно втираться И мы затронем здесь Вот именно какие-то социальные аспекты Вообще жизнь Вот четверть бывшего СССР Россия, Белоруссия, Украина Который живёт давно в Италии И коснёмся где-то Ну каких-то моментов Ну вообще моментов Социально-бытовой жизни здесь Вот Ты когда сюда перевёлся Ну когда переехал И стал учиться здесь Что тебе вот сразу Как подростку Ну бросилось в глаза Или удивило Или как-то наоборот Может быть понравилась Вот разница между Обучался ты в Белоруссии Так но я там до сих пор Вот ну Типа советские образования Как у нас в России И вот здесь Ну я буду говорить Что вспоминаю Да 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 Вот Сразу Сразу Когда В учебном заведении Да Что мне первое бросилось в глаза Что Дети Они Вообще Ну не дети Мои ровесники Да сейчас говорю дети Мои ровесники Они У них Такой ветер в голове Они очень ветрено У нас Ну как это выражается В чем это выражалось Может быть на то они и дети Чтобы Нет Ну у нас как-то у нас Было какие-то сложенные свои Какие-то правила Какие-то знаешь Эти там Сильнейшие доминируют Ну там то есть своя иерархия А здесь этого нету Они все как-то так План курят В открытую Можно Учителей Сигареты стреляют А ну то есть Ну как то есть План курили То есть взрослые Ну знали об этом Учителя там Сотрудники Знали ловили что-то Иногда там родители вызывали Но такого Чтоб там Это не считалось А вот такие Отношения в коллективе Вот ты обомянул иерархию У нас ну дети сами по себе Дети подростки жестокие У нас часто там Несколько там Компании Доминант Знаешь в американских Штатовских фильмах Пока там в колледже Один такой Доминант Вокруг него Приспешники Есть там средний класс А есть вот додики Вот здесь Додики Там скрепками Я вообще когда пришел Я сын Самый здоровый был Наверное Самый здоровый Было Вот прямо сюда Не то что должен в классе Одним самым здоровым Наверное во всем Вот в этом Это форма Футура Футура Там еще было Это такое Заведение Как она там Школа супериора Еще там учили На Супериор Это Автомеханики Ну это уже как-то получение Прошмак Колледж Хабза Хабза Приехал сюда Я сбитый Какой-то так сразу стал Может от климата От еды Что-то там штанга У меня была Я занимался немножко И я как будто Короче сбитый был Меня побаивались А как языковой барьер? Ну все-таки Английский язык Мама Встречалась Нет То есть ты вот с нуля Здесь Как тебе показалось Быстро Легко Нелегко Или делать было нечего Делать было нечего Пришлось Так Сколько ты тут учился? Учился пару Два года А вот между У тебя сейчас есть ребенок А ну она маленькая дочка Это был 2006 год Поменялось ли сейчас что-то Вот в этой сфере образования Может быть ты общаешься Здесь с людьми Которые русскоговорящие Не думал Что-то поменялось Они ветреные Ну как я не знаю Я не могу сейчас так резко Знаешь-то вопрос мне так Правду задал Не думал об этом Так объясните Для себя понимаю Ну вот объясните Так Хорошо Ну я знаешь Вот я тебе скажу Что система образования У нас она выше Она сильнее И выше чем здесь Ну в чем это выражено? Вот например Когда Я приехал сюда Я вообще был троечником У нас в Беларуси Учился плохо Мы там что-то курили Короче Ну знаешь что-то Можно сказать так В кавычках Такая беспризорная Такая можно сказать Понял Троечника Плохо учился А здесь Ну нет-нет Я где-то что-то списал Понимаешь У нас на перерыве Раз там Чтобы двойку не получить Здесь ты что-то списал Я это отлаживалась Да Там отлаживали Когда я сюда пришел Я знал почти все То есть ту систему То есть где-то отстает Года на два на три Здесь То есть я проходил Да я проходил Здесь то что В Беларуси я проходил Года два-три назад Нет-нет Нет-нет Отложилось До скольки лет учиться Есть некоторые Они всю жизнь учатся Нет Всю жизнь учиться неплохо Я имею в виду Сколько курсов Именно школы Ну средний Какая тут она Вот такой Школы Аналога нашей средней ПТУ Колледжи 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 Два-три года Ну то есть до какого года У нас выпускные По правильному Это зависит Тебе можно второй год оставить Но в среднем Там ну 17 лет Или тот позже В основном Здесь стараются Когда он уже Школу закончит Куда-нибудь Ребенка Работать На свой хлеб И Становился самостоятельным Так ну давай переместимся А это где было В каком городе Здесь В Парме Ну то есть ты долго очень жил в Парме Сколько 2006 Ну вот если Вот эти Твои Отъезды Исключить Ну до какого Когда ты переехал в Верону Три года назад То есть практически до 2000 Там 2016 года То есть 15-16 Ты жил в Парме Да Вот А Давай переместимся Ну скорее в наше время Давай вот сразу пройдемся Таким социальным вопросом Потому что я там Ну многие люди думают Наверное подумали Кто смотрел Видео отсюда Про меня И наверное про тебя Что там мы Поливаем грязью Ну там какую то не знаю Было Ну Было Ладно Как бы это Было это знаете Такое Как настоящий мужик Слово Но может быть применимо К одному и тому же С разных сторон Это как настоящий Кто же такой настоящий мужик Никто не видел Вот Каждый трактует по своему Просто многие подумали Что мы Ну что ты там На это был тоже акцент Не один человек написал Что ты живя в Италии Там Ей недоволен Жизнью здесь Каким то социальным Вот обеспечением Ну вообще Жизнь Да какой то бытовой Почему ты не едешь обратно Вот хочется Ну в этом интервью Коснуться вот именно Моментов которые Ну вот таких вот Да Почему тут Не только Почему здесь лучше Да А почему здесь хуже Вот давай сразу И от этого там оттолкнемся Три вещи Которые Тебе Здесь Не буду говорить лучше хуже Которые тебе очень нравятся Очень нравятся Три Да Вот ты живешь здесь да 16 лет У тебя здесь жена У тебя здесь ребенок Они сейчас в Беларуси Но они все равно здесь живут Сейчас вернутся То есть ты Знаешь ну практически Ну наверное в совершенстве Да итальянский язык У тебя здесь там Знакомые друзья Работа Ты давно работаешь Вот такие три вещи Тебе прям нравится Нравится Да Не сравнивая Ни с Беларуси Просто нравится Первое Климат Я не знаю Здесь я с тобой не согласился Нет Ну ты приехал сейчас А зимой Зимой здесь почему Очень хорошо Такая она мягкая зима Ну вот Ну климат мне нравится То есть тебе нравится то Что здесь не бывает адских холодов Ну да А как жар я к этой Ну жара я как бы привык Вот видишь я как-то больше Приношу чем ты уже Так хорошо Хорошо Климат Климат кстати многие отмечают Люди которые переезжают Либо на юг России Либо куда-то там в Азию Многие отмечают из-за климата Потому что в России Ну говорим в Москве Снег лежит Он значит надоедает уже там Середина января Новый год прошел А снег еще ждешь там Асфальт увидишь в апреле Значит он надоедает на самом деле Так хорошо Первое Второе Ну климат он не имеет отношения к каким-то вот Какой-то структуре государства Ну допустим да Ну наверное социальные условия Социальные условия Разверну Медицина Медицина У меня жена рожала здесь в Ионе Мне понравилось условия условия госпитализации Госпитализация Госпитализация Ну бесплатные Бесплатные Социальные Ну вот как вкратце буквально Вкратце очень Ну мы когда искали Когда стал вопрос рожать Мы даже ну там на всякий случай смотрели Платные госпитали в Минске Вот такого что Ну в общем А когда уже пришли здесь Ну начали рожать Когда я уже сравнил То оказалось что здесь Бесплатные Лучше чем любой Вот например у Беларуси Лучше чем любой платный То есть подход людей То есть как они воспитаны Они Даже когда ребенок На родах присутствовал Вот прямо ребенка Угу Первый кто взял То есть они Не как у нас Акушерки эти там Не дают ругать Смогут поругать Себя пахаясь Это мой ребенок Они понимали что я могу тоже Ну сейчас укусить ее за жопу Ну это Понял Они как так подходит Аккуратненько раз там Ну они не лезут Не провоцируют себя То есть они входят в положение Они очень входят в положение Спрашивают постоянно Что тебе нужно Приносят Они суетятся Очень сильно щекотятся за это То есть отношения Очень хорошие Оборудование Медицина Нет ли бюрократии Вот именно В медицинской сфере Вот Которую ты ходишь Есть Есть В чем выражено Сейчас подожди Небольшая сносочка У тебя здесь Какой вид на жительство У тебя У ребенка У жены Просто вкратце Чтобы понимали У меня постоянный вид на жительство Постоянный вид на жительство Это как Так Я могу взять гражданство Уже давно Могу получить гражданство Но если я буду его получать Мне придется отказаться от белорусского Я не хочу Мне нужно будет открывать визу Чтобы поехать даже на пасху Например Зачем мне визу Ну А условия те же самые Что у гражданина Только ты не можешь голосовать Только не могу голосовать Хорошо У жены У жены Сколько Первые Короче на год Сейчас в сентябре Надо будет обновлять Что на два года Должны дать У ребенка Как он у меня на карике Ну то же самое Постоянный вид на жительство То же самое Он родился автоматически Вот Какая бюрократия Ты говоришь Какую бюрократию в медицинской сфере сталкиваешь Ты мне говорил Что в принципе Скорую вызываешь Приезжают Не без вопроса Есть полис Нет полиса Этой карточки Все зафиксировано То есть Вроде вот так Со слов Все хорошо В чем Может быть загвоздка Ну смотри Скоро Ладно Ты говоришь Скоро Если Если Ты вызываешь скорую И тебя забирают Есть три Уровня Три уровня Там допустим Ранения Скажем Ну вызова Твоего состояния Три уровня Твоего состояния То есть это красный То есть когда вот это например нож в городе Сейчас спасали Красный Как светофор Желтый Это ну например там тебя тошнит Ну ты можешь подождать Я понял Там есть Красные А зеленые Это бесплатные Зеленые Это бесплатные Ты будешь вообще весь день сидеть Не важно что там у тебя Вот вызвал не вызвал Ну все А как ты можешь регулировать эти То есть Они как А как ты можешь регулировать Они как Ну подожди Нет Как они регулируются Ты звонишь и говоришь Или за тебя звонят твои родственники Говорят Он умирает Потерял сознание Это у них там автоматически красный Ну это они решают А они решают А если звонишь Ну а может быть такое Что ты позвонишь Скажешь Они посчитают Что это зеленый А ты там например на желтом Да Тебе реально плохо и ты будешь ждать Нет Они по-любому приедут и заберут Да Ну а в чем тогда вот это бюрократические возня Немножко Я чуть-чуть про другое Сказали Бюрократические возня Есть такая штука Страховой полюс Наверное на русском Тессера санитария Кодящий фискаль Если у тебя его нет Ну там у тебя просто То есть если ты нигде не работаешь Не плачь налоги У тебя его нет Тебя не примут У меня как-то тоже Не примут вообще Вообще Или окажут первую помощь Нет смотри Я скорую не вызвал У меня сам вот сталкивался с таким Что-то он у меня был просрочен И мне было плохо У меня температура не сбивалась Я пошел в скорую И меня не приняли Хотя мне реально было плохо А почему У тебя нет У тебя нет То есть не приняли А почему Потому что я нигде не работал В тот момент Ну ты же уже на этот момент жил Давно было Да Давно Давно было После школы Маленькую То есть Ты не работал Но Ты не был У тебя тогда не было Вот этого Жительства Уже был Но ты не работал Но я не работал Как тогда? Если тут не работающий человек не может получать медицинскую помощь? Ну все нюансы я не знаю Может он получать или не может Но тебе отказали? Не отказали Конкретно На тот момент у тебя уже был вид на жительство? Вот такой постоянный? Да Хорошо Ну ладно Медицина Хорошо Второй пункт это медицина Медицина И если ты по всем параметрам у тебя полночная страховка Если действительно есть повод для того чтобы обратиться Даже бесплатно тебя починят лучше чем в любой московский Подмосковский Ну образно говоря Хорошо Третий То что тебе тут очень нравится Третье что мне тут нравится То есть Грубо говоря исходя из второго За свою жизнь и здоровье Тут можно не так беспокоиться Как в России Куда тебя могут привести Там какой-то блять Подложить в эти извиняюсь за мат Обещали вы мне ругаться Положить в какое-то Не знаю там Подмосковный или региональный город Там какую-то койку на пол Такого тут быть не может Тебя в любом случае обслужат очень хорошо Лежал-лежал в городе Орше С воспалением легких Отправляли Ну просили Не отправляли Просили но мне было по кайфу Пройтись прогуляться Просили типа еду принести Там короче была еда У них еда снизу Там столовая И они в ведрах это носят В ведрах носят И просят больные Так много где Да Те кто на ходу ходят Просит помогите там ребят Короче брал ведра больной С воспалением легких Носил короче Ходил идешь на Как это Снимок Ну да Флюорография Да И отправляют по улице Такой идешь И тебе еще там по пути Ну туда идешь Ну туда журнал отнеси Я короче Ну тут этого нет Ну понятно Хорошо Третий пункт Третий Третий Еда 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 Ну тут вкусно Хотя мне кто-то написал Ну когда я там о каких-то нюансах высказался там Типа тут то не то то не то Кто-то написал ты еще с их едой не сталкивался Там тоже говно Но я на самом деле вот здесь я согласен Климат Я люблю Средиземноморье но здесь прям очень жарко Со вторым моментом мне не с чем сравнить Но я тоже считаю что здесь по-любому должно быть лучше Чем в России Сто процентов Но еда я вот тоже соглашусь Ну объясни разверни Здесь следят за этим Здесь следят за этим и есть госкачество Ну качество Ты говорил что здесь В Беларуси тоже следят В Беларуси хорошо Ну мне нравилось В Беларуси мне нравилось В Беларуси я слышал тоже Это так Там тоже все таки контролируют А не так что из чего угодно Я был в Москве тоже Ну вот если там в основном сравниваю там тушенку Ну тушенку вот ваша наша тушенка Открываешь там мясная А там питерская там жир Желатин и салки Ты говорил что здесь Ну какие то запрещено в какие то добавки добавлять Да Да У них очень мало например соусов Ну мне как кажется это связано с тем что там не добавляют вкусовые добавки Ну однообразные но натуральные То есть они одинаковые но натуральные Они так как у нас там со вкусом там каких то грибов Которые там стоит там этот соус там пять копеек Ну понял там там грибы с любыми вкусами Да там с какими то креветками То есть там все вот эти вкусовые добавки заменяют соусами А здесь это все запрещено я смотрел Ну там езда что у вас красители в консерванты Еда тут очень вкусная ну реально Я везу домой Ну как бы мясо паршют Слушай ну ты так коснулся пару вещей Это самое еда климат социалка Ладно давай потом еще А теперь три вещи которые тебе здесь не нравятся Потому что я еще раз перебью Сказали мне А что твой парень если ему что то там не нравится Делает там Ребят мне кажется все не может нравиться нигде Нет такого что в какой то стране или где то нравится все Ну не бывает Мне кажется если человек это говорит он лукавит Вот что не нравится Что не нравится Да Что не нравится Что не нравится Ну не нравится здесь многим очень многим Это менталитет Менталитет местных да итальянцев Ну почему Ну они же не плохие люди сто процентов Ну они таки они своеобразные Они своеобразные Они воспитаны по другому Они не чувствуют границ Например Даже в каких то там нюансах Например Например давай без примера не вот и людям скажи может быть ну просто игорь имеет виду я часто сталкивался у европейцев мы стоим на таможне и на мелкую она маленькая моя девушка мне напирает такая женщина она прям на пера то стоит она прям напирает ну как бы без задней мысли как агрессивная бабка в метро а она двигается в границ нет она опять прижимается и вот стоит то есть я вижу то уже нервничать а ты пример приведи например что-то как они 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 такие но они вообще в принципе их никто нигде не любит итальянцы да я общался общался с людьми наверно с многих снов с каких стран совсем австралии с американцами даже с южной африки даже был пересекался с самолетянином а почему не знаю к ним относятся вообще так не нужно за пределами италии так сразу италия италья ну там это понятно у нас тоже русский балалайки конкретный пример какой-то пример ну я не знаю они взрослеют очень поздно а далее следующим поздно с ними наши такие потеряны на самом деле да я сейчас пока вытирается игорь насколько я знаю у израильтян у евреев и у итальянцев может быть еще у них культ матери очень развит и я раньше это слышал вот игры это подтверждает что очень долго живут привязаны к матерям долго у нас как-то но это раньше у нас есть такие тоже такие есть везде но как-то вот донна роза она там во главе чуть ли не семьи ну то есть вот и долго это долго и там 40 лет а он все с мамой живет она его все там одевает и бывает но вот такие моменты об этом слышал так ли это или нет это ли ты имеешь ввиду в том числе ну да ты мне прикал прикалывал там про израильтян я такого не встречал там в этих ситуаций но да они живут с родителями они взросли поздно там он в лет в двадцать пять он 25 понимает много так это уж курить шмали какие-то мультфильмы понимает не ноги или многим нравится да нет я одну я и нас таки встречал как бы но здесь и не ну другие но главное не я когда просто слушал другой менталитет я как бы но нет для меня развивки это понятно что они другие для меня это размыто хочется конкретных пример они с друг это люди с другой энергетикой другой энергетикой которые ну ты абсолютно звезд который ты никогда не привыкнешь мне кажется вот спрашиваются я тоже в комментариях правда ли что итальянцы взрывные вот я еще когда первый раз так был на севере италии я был тогда и на севере на юге здесь нет вот на юге как называются терраны рома перроны вот на юге они более вот ну как мне кажется вот здесь такого нету что знаете вот это клюква как невероятные приключения итальянцев россии а вот это вот вот такого нет они скорее наоборот какие-то тихие что нет если тут мы просто даже я тут на севере не встречал любит жестикулировать ладно это как бы ты пример пока если вы чем вспомнишь расскажешь второй пункт что еще не нравится можно будет умриться да зачем она так и будет ну пусть так будет и чё-то не мы просто в разговоры вот когда выходим там общаемся я там могу что-то конкретно увидеть могу что-то вспомнить а вот так конкретно вопрос отвечать моего брата ну чего ну это самое 2 пункт мне нравится налоги 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 ты мне рассказывал ну правда ли вас правда ли что здесь есть налог на телевизор до до 150 евро в год в год и да расскажи несколько примеров расскажи и потом расскажу что ты мне рассказывал про как вообще ну вот социальный служб проверяет это и так далее ну это вообще даже не просто не то что там налоги вообще бюрократическая машина как здесь работает очень удобно здесь она настроена все так чтобы сожрать себе жильем ну разверниваешь . да когда говоришь вот это но особенно особенно да особенно ну на аудиторию ну это вот ну да хорошо но смотри я работаю официально у меня постоянный контракт у меня там ипотека выплачена то есть нет за за мной там ничего этих самых я в принципе себя чувствую ну хорошо по итальянским меркам сижу на жопе ровно так дожди мысли потирать что хотел сказать берешь короче вот я работаю да вот я работаю и в конце понял расчетник расчетный лист и там указано каждую любую ну все 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 там налог на все 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 налоги что тебя списывают там чистыми получаешь грязными то есть там съедает вот если зарплата если зарплатам три с половиной тысячи то получаешь ты там половину ну это я тоже слышал чуть больше там 1700 ну вот у тебя какая зарплата ну вот последняя была две две тысячи я же в месяц да а как работаешь пять шесть дней да я постоянно на работе нет но как в среднем что переплачивать 5-дневка 5-дневка сверхурочная оплачивается больше да вдвойне то есть если ты остаешься на субботном воскресенье если работать вот ну допустим на ты работаешь кем на термокинге оператор термокинге это рефрижераторы ну отправляешь отправку фуры да фуры если работать не ну грубо говоря вот как некоторые кто-то мне парень написал живу в испании как он сказал тут 60 евро не спеша вот если работать вот ну грубо говоря пять дней в неделю сколько часовой день 9-8 дурачок какой-то ну это мы не знаем дурачок или нет но как бы ну просто меня вот эта фраза работаешь не напрягаясь работа ну да я ему как написал привет на общую расскажи слушай ну вот если ты сколько рабочий день дней часов восьми часов восьми часов если ты работаешь ну допустим твоей должности пять дней в неделю сколько у тебя зарплата будет просто если по 8 часов ну да забивать на все просто ходить ну просто работать без сверхурочных чтоб там особо не напрягаться полторы полторы это вот честно а их дают налик или перевозят на карту конечно так хорошо про бюрократию про налоги ты сказал ну что какие налоги и как вот это все то есть съедая там за все есть вроде даже такой налог я точно сейчас не вспомню тебя что-то вычитают если ну то есть ты один у тебя нет семьи ну ты в репродактивном репродуктивном репродуктивном возрасте но нет нет семьи ни в детей нет ответственности то то какой то там что типу тебе нет семьи ни в дополнительность что-то съедают даже за это ну какие самые вот например налог на телевизор чем он обусловленya не пойми много много сGet налогом много налогов которые не объяснимы ничем не удобная штука неудобная штука hence этой идешь на больничный например идешь на больничный то тебе есть специальная служба вот если больше трех дней ты на больничном тебе плачет уже вот эту налоги оплачивается оплачивают они и они у них есть специальные люди они приходят проверяют так ли это болеешь ты или симулируешь они приходят прям к тебе домой приходят про и вообще дома ты или не дома может ты можешь взять больничный поехать на море а как часто не ходят или могут когда угодно посмотрю на этой ходе я живу полтора года именно этой квартире ко мне достаточно была на больничный маленький ребенок я специально специально забивал потому что мне нужно было время не разу не приходили ни разу ни разу за полтора года когда жил в пескере вот на озере приходили каждый раз каждый раз там были таки ну а как это происходит они просто признали ты открыла них так вы вы до документы показываешь что это ты на самом деле что у вас там такое хоть они ну в курсе врачах информируешь а это врач и кто ходит врач какой-то ну и там это бумажки вообще девушки в основном заходили приходят ну смотрит какая давление мере температуру на что жалкость на что не жалкость в чем проблема в чем проблема так ты еще говорил что если ты покупаешь телевизор и обязан платить налог к тебе там чуть ли не если не платишь потом что чуть ли не ходит проверять это ну да типа телевизор это распространенная вещь бытовая как у всех телефон и ты за него будут представляющие сделают вот на телевизор здесь налог ты за него надо платить если у тебя его нет тебе за него не надо платить но ты попробуем докажи что у тебя его нет а как а как но люди если придут а кто к тебе придет когда надо им они придут а когда надо тебе они не придут подожди то есть исходя из этой логики я в любом случае плачу если я не хочу его покупать тут мои проблемы но то есть там ты билетов ирне тоже тоже не тоже ты пришел его взял привел показал он списал точно и снялись то есть это тебе дают определенный промежуток времени что вот он придет даже не больше в течение 30 дней это нужно сидеть в течение 30 дней ждать а в каком время придет никто не знает в какой день то есть он вышел ну то есть чаще всего не приходит потом просто говоря что приходил хорошо но также также в принципе в россии много всяких таких нюансиков есть такая штука если например у тебя есть свое предприятие просто вспомнил а если есть такой здесь да да смесь у тебя там какое-то дело предприятием люди на тебя работают и ты идешь в убыток уже как это банкротство банка к банкротству в банкрот туда налоги и есть такое есть по закону ты можешь не платить налоги если ты докажешь что ты идешь банкротства главное чтобы ты людям зарплату заплатил они налоги от налогов тебя огорождают государство идешь банкротства докажешь по закону теоретически я просто знакомыми есть но этим указал тоже знаешь а попробуй докажи что ты идешь в банкротство то есть по закону ну то есть тяжело мы это уже налоги тоже бюрократия то есть это То есть не банкротство, да, вот эта бюрократия, вот она машина, она душит, она душит всех, она душит всех, и даже просто тех, кто просто работает. Это тоже сейчас, братан, не могу вспоминать. Ну понятно, было бы интересно, вот Мигеле, если бы Мигеле дал интервью, но... Мигеле бы мог вспомнить много еще. Ну да, он все-таки местный, итальянец. Хорошо, третья вещь. Ой, третья вещь, что мне здесь не нравится. Третья вещь, что мне здесь не нравится. Давай сделаем так, что мне больше вещей нравится, которые мне не нравятся. Да? Да нет, ну... Меня просто спросили, что мне здесь не нравится, что мне здесь не нравится. Что мне здесь не нравится? Ну, не знаю, братан. Ну, в принципе, я все назвал, что мне не нравится. Так, ну, просто я, может, вспомню, когда тебе скажу, а так сейчас... А так сейчас... Ну, смотри, городок маленький, сама Италия, в принципе, страна, ну, компасную с Россией, допустим, да, я беру, я себе маленькое. Городок небольшой, вот, в принципе, ну, спрашивают у меня, что понравилось, что не понравилось. Мне тяжело, как туристу сказать. Мне таких вещей, что мне не понравилось. Не понравились цены, ну, ну, цены, да? Ну, цены, да? Ну, цены, это понятно, это обусловлено налогами. Больше налог, коммерсантам нужно больше, ну, уровень зарплаты больше. Кстати, хочется сказать про налоги, про минусы налогов. Давай, я смотрю, вот, да. Давай, я смотрю, вот, законы, ну, вот, пространности законов. Смотри, вот я с ним эту квартиру, я снимаю, я снимаю. У меня контракт на 4 года, плачу 600 евро в месяц. Ага, ну, это немного, ну, для съема. Да, ну, есть, да, есть дороже. Смотри, я могу вообще, по закону, я могу вообще не платить за нее. Это будет кидалово, то есть, мне придется... То есть, это на твою честность, а как это? Это на мою честность, поскольку у меня маленький ребенок, ну, до двух лет, пока ребенку не исполнится, два года, я могу заехать сюда, вот, у меня ребенок родился, маленький, вот, я его принес домой, и могу перестать платить. Здесь приходит ко мне хозяин квартиры, и, ну, почему ты не платишь? Ты говоришь, а у меня нет денег, у меня маленький ребенок, я не буду тебе, ну, просто ему в открытую посылаешь его. Он идет в полицию, пишет на тебя заявление в суд, и они по закону, они никто ничего не может сделать, они не могут себя выгнать, ты будешь дать в течение двух лет здесь жить. А ему не будет государство компенсировать эти деньги? Ты сказанное? Нет. Вот просто... Это просто начат. Брой был в такие случаи, ты снашал? Много. Часто? Часто, и неправда, что только иностранцы, и итальянцы так делают, и потом, знаю, даже тех, вот, он так продлевал себе этот бонус, он так второго ребенка сделал, да, ну, иностранец из Марокко, и потом третьего уже сделал, ну, там уже, я помню, уже шло до угроз, там, ну, что слушать, ну, конечно, заселился в целом человеке. И выгнать не имеют права, то есть ты из своей квартиры не имеешь права выгнать, а если он так и будет рожать, а потом его дети, все? А можно эту квартиру продать? Нет, ну, продать ты ее не сможешь, как бы ее сможешь. Ну, как бы, ну, это же... То есть, по факту, ты становишься заложником нечестности арендодателя... Вот, позвольте, это по закону. Это по закону. То есть, как бы, закон такая вещь тоже. Не всегда, не то, что... Ну, да, как бы здесь... Он, кстати, набрал, он набрал за эти 6 лет, что у него 3 ребенка, он купил 2 квартиры в Казабланке, мне показывают. В Марокко, да? Да, он набрал каких-то кредитов, набрал каких-то долгов, и я помню, я с ним присутствовал, поехали с ним, я поехал с ним в банк, он взял, вроде, последний раз было там 10 тысяч, это самое честное, что он сделал. Взял 10 тысяч евро и выплачивал, каждый месяц выплачивал, выплачивал, он десятку, когда выплатил, вот, я помню все вот эти квитки, что он заплачивал, он взял, мы поехали с ним в банк, он приехал, мы посидели, очень дождались, он пришел, говорит, смотри, я у вас 10 взял, вот вам 10 отдал, а интересы, это уже ростовщичество, а у нас, у мусульман, это большой грех, поэтому вот я сколько взял, столько вам отдаю, до свидания, и ушел. Они ему присылали потом пару месяцев какие-то письма и оставили в покое, короче. И все, и больше никто не... Короче, здесь начеслась, но ты говоришь, это не только приезжие, итальянцы исполняют. Да, да. Так, что еще, давай тогда перейдем к приезжим-по наехавшим. Много здесь в Вероне или в Парме, где ты жил, большой процент не итальянцев, и откуда больше всего люди. Про Парму, да? А, это Верона и Парма разные вещи. Да ну, расскажи немножко от этого. Давай, давай. Много понаехших, иностранцев понаехших, очень много. Но этого самого Марокко, Тунис, вот этот что, Кистан, вот этот Афри, африканский. в ночи африка чуть чернозем вот этот хрен знает откуда вообще отовсюду они там же прям они прям лодками же плыву там сицилия там прям все стоит вопрос расстреливать лодки это же правильно пересекание границ незаконно кто там везет что там везет это может бомба мужики до болезни правильно и вот это уже вопрос такой стоит тут из детьми они через юг да через эти конечно лишь через африку тиран или как и хоррона тирана их помогают ну конечно что же денежка плавает все хотят заработать на беде на а оба не балканщина то есть это болгары румын очень много у вас албанцы уже здесь ассимилирует вообще всех кого знаем и в принципе хорошие ребята много общего языка ухожу с ними такие простые года классно и вот и с бывшего ссср с бывшего ссср это украина и молдавия очень много в основном я от кого белорус потому что россии закрыты границы официально ну я имею украинцы молдаване могут ездить и молдаваны закрыты что молдаваны тоже закрыты на нас это не евросоюз нет но они помогут ездить их выезд как украина же разрешили выезд можно все упрощенно на спрашиваю нужно то есть много да и вообще как к ним отношения местных не интересует вот именно местных ну как бы кого не любят местное коренное население либо ну кому более лояльный не лояльно знаешь к русским вот почему-то у меня всегда спрашивают от куну допустим когда там откуда русский руси откуда руси говоришь русский не горит откуда ты что всю россию знаешь ну потому что в основном они не отвечают потому что руси и белоруси они ну что такое бебе у вас запустиру понят да и чтобы мне мне кажется не не различают россии и Украины часто и Молдавия. Да, и поэтому откуда? Руссия откуда? Украина, Молдавия, е-мое. Я просто избегаю этих постоянных разговоров, дебильных вопросов. Руссия откуда? А если именно из России, то это прямо экзотика. Тут мало русских, живут которых. Туристов-то много, мало. Да, в основном Украина, Молдавия и они когда им представляют страну из России. Тоже, наверное, чтобы избегать вопросов, потому что кто-то не знает географию. Ну и у нас, наверное, тоже. Ну да, и у нас таких тоже. Они не знаю просто, откуда это. К кому отношения? Нет такого по наехать? Чёрных не любят, да? Почему? Потому что наркотики и так далее. Наркотики, они никто ничем не работают. Они ездят по мусоркам, социалку получают. Ну ты же сказал, что получать социалку нужно какое-то время тут находиться. Ну и им попрощенки. Они же несчастные. И попрощенки там 30, что-то там около 40. Микелик, 30 евро в день. 30 евро в день, да? Ни за что. Ну на 30 евро в день особо не прижёшь. Они больше живут, они где? Нет, подожди, да. Живут в муниципалках плюс. И ещё телефоны дают. Брось бесплатные телефоны? Да, да. Микелик говорит. А почему только им? Почему не дают? Ну да, ладно. Афри. Ну потому что, наверное, она в Афре. Ну потому что, наверное, она в Афре. Ну, наверное, потому что они бедные, несчастные. И ещё. Есть же такая штука, как каритас. Вот я никогда не был, но хочу сходить всегда. Каритас это, короче, от церкви, как от церкви. То есть жратул отдают. Мне это, чуваки, приносили. Там продукты те же самые, что я покупаю. То есть, ну может, мы что-то уже скоро пространятся. Ну там, ну не тухляк, не тухляк. То есть, там тот же тунец, те же фрукты дорогие. Тот же там лосось может быть. Там, если из шмоток, там шмотки Кельвин Клянин. Там попадаются со свадеб. Например, где-то со столовок, там, со школ. Хороших школ, там, или университет. Ну, они на жрату укладывают, там, например, наготовили много порций. И они остались. И чтобы не выбрасывать, вот туда и нищим раздавят. То есть, они жрут ещё нормально. И ещё с собой что-то дают. Йогурты, кефиры. То есть, рассказывал чувак один на каритасе работает в парне. Работал. Он рассказывал, что привезли даже такой большой трёхэтажный торт со свадьбой. Его даже никто не порезал. Это просто бомжам бомжи его расковыряли. Ну, вот эти, якобы, нищие. То есть, он собирается там... А чем они промышляют, вот эти, ну, этносы, которые здесь... Ну, кто чем? Ну, знаешь... Ну, знаешь. Ну, давай вот так я прямо сейчас первую часть моего интервью чуть-чуть плавнее к концу подведём. Давай вот закончим об этносах вкратце. Давай. А... Допустим, украинцы, молдаване, ну, чёрные, да, там жители Африки, арабы, албанцы, вот чем чаще всего занимаются, кто куда едет. Ну, эти, ну, так, суть по тому, что ты говоришь, ну, я делаю вывод, что в основном африканцы едут, ну, как бы, многие живут, ну, реально на халяву. Ну, они же тоже чем-то занимаются, ну, европейцы, да, там, Украина, молдава, чем они в основном занимаются, куда устраиваются? Ну, они работают в основном это стройка. Мужской пол это стройка, а женский пол это сиделки в госпиталях, дебаданты, которые за стариками. Это и Украина, и Молдава. Да, 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 да. Ну, они куда, в основном женщины такие за 50, за даже больших... Ну, молодёжь, молодёжи много приезжает? Молодёжь, я с молодёжью не общаюсь, я здесь работаю, работаю, мне как-то дают вообще. Албанцы? Албанцы... У них криминал? Албанцы криминал, да, в основном криминал, у них такой наркотики, ну, не так, как чёрные, у них там всё, у них структура. Ну, мне кажется, да, потому что я был в Албании, ну, там рассказывали, они там... Наркотики и проституции. Там не просто, да, там не просто они чеки эти продают, там ходят с ними во рту, а... Ну, то есть там трафик. То есть трафик, да, они контролируют трафик. И проституция. Проституция тоже, да. Проституция, да, это их конёк. Так, ну чё, братан, давай мы сегодня закончим тогда эту часть, во второй части поговорим немножко о криминале, о ментах, о зоне, о тюрьмах, вот о чём-то таком. Всё, ребят, с вами был Станислав Андрей, чигры. Может быть, было интересно, я надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok